всем привет ребятки с вами снова как всегда ваш легендарный number one русиш ревьювер алекс вулсинг да и новое воспоминание да сегодня мы будем вспоминать одну из самых крутых игр на psp да это model of honor heroes вторая часть когда-нибудь поговорим и о первой части конечно безусловно что хорошего в этой игре но для начала все таки есть один главный хороший аспект и что-то медалька за отвагу да потому что но безусловно согласитесь чтобы не было да и вы не выходили в этой серии она все равно для многих из нас останется сердечки да и мы будем по-любому вспоминать эту серию только с чувством радости скорби да вот как ни странно это все мы помним легендарную island of south pacific assault да и heroes 2 она очень сильно похожа на island of south конечно не настолько легендарно но безусловно играется она достаточно прикольно и драйвово какие же плюсы есть у этой игры это безусловно картинка да здесь и графика достаточно приятно для глазу да и графоний на уровне да вот это дело что там на уровне то есть как раз может быть и не выжимая да все соки из psp но и не выглядит так как будто это какой-то обрубок да это безусловно крутой шутан который пытался из списке выжать максимум геймплей а конечно безусловно опять же psp да это может быть не самый лучшее не самое лучшее устройство да для игры шутеры но несмотря на это играть в медальку написать что прикольно да потому что разработчики молодцы они упростили до нельзя до систему стрельбы и поэтому играть удобно интересно ли играть да вот самый главный аспект да и вот если вспоминать те времена да то конечно же вторая мировая на тот момент достаточно сильно приелась и не могу сказать что прям это тогда играл да ты получал громаднейшее наслаждение безусловно как шутером ты наслаждался да вот как именно шутером про вторую мировую достаточно тяжело дать еще это сказать потому что раньше клепали все шутаны мировую вот но на данную секунду да вот вспомнить вот эту крутую игрушку да вот спустя годы запустить ее поверьте мне наслаждение будет даже больше чем тогда объясню почему согласитесь что все мы уже давно соскучились по шутерам по второй мировой просто их не выходит да друг а сейчас вот нового колда вышла ботла про первую мировую но про вторую все равно уже давно достаточно выходила поэтому по игру про формирование что играю честно я наслаждаюсь геймплеем этой игры и поэтому можно насладиться и здесь да поэтому я веду записываю да что все-таки если у вас есть такая возможность поиграйте насладить это безусловно это бесспорно это точно есть конечные минусы вот игры да во первых какие минусы отсутствие сюжета полностью чувствую сюжет в твоего просто вообще нет вот просто ноль понимаете ладно бы да там как по логике нам роду пик турида или как он правильно называется там какой-то минимальный сюжет да там были какие-то диалоги там что-то происходило здесь вообще нет ничего просто у вас есть миссия вот это идете перед вами ставятся какие-то задачи вы должны выполнить все понимаете с точки зрения игрока удержать игрока за приставку удержать игрока за геймплеем 0 разработчики даже не пытаются этого сделать просто неинтересно но серьезно 0 интереса это единственный минус этой игры то есть например сейчас да так как я очень давно не играл в шутеры про первую мировую мне безусловно интересно мне безусловно хочется в это поиграть я готов пройти эту игру но даже на сегодняшний момент я понимаю что ну нет того аспекта который меня удерживает даже не выключал эту игру это безусловно один из минусов этой игрушки но знаете кто бы что ни говорил да конечно сюжет везде важен да но в шутерах тоже очень важен но если его нет это не настолько критично да как например в каком-нибудь там слышали слышали тоже не важно но честно для меня сюжет уж играет одно из важных ролей если его нет и эта игра не там крутая дания 3пл и продукт да и когда например на портативное устройство почему бы и нет пробежаться постреляться достаточно терпимо и прикольно если говорить о чем-то другом да там все таки и есть воспоминания дантности на этой игры то у меня еще это воспоминания есть из того времени не помню когда это было даты цифры для меня это не играла в тот момент да никто роли вот но могу вспомнить одно что в концовка этой игры достаточно сложно вот реально я помню когда ее я ее все-таки прошел да но перри матерившись не знаю десятки на тысяч раз потому что во первых управление да она все равно опять же не идеально того что не говорил да и под конец разработчики тебя тупо ограничивать все у тебя до 200 и таймер времени и надо по-любому уйти и ой боже ты надо выдержать просто кошмар все стреляют долбят жизни это генерация просто не хочу я всегда вспоминаю этот момент я вспоминаю с подгоранием своей жопа вот серьезно просто это тот момент который меня всегда раздражал в игре но сейчас я так могу сказать я до конца не добежал то еще будет время но вот просто свои воспоминания дат на спина эти игрушки я уже могу сказать сейчас поэтому игрушка классная игрушка не могу сказать что культово но поиграть все-таки вам в нее стоит на этом принципе я все я высказал свое мнение ждем новых видосов ставим лайкушечки и пишем коментики так что ребят пока пока